Фёдор Смолов продолжит карьеру в сельте из Вига, в испанской премере. Это уже официально, поскольку официальные ресурсы железнодорожников объявили об этом у себя на страницах. Нападающий, который оказался в локомотиве после чемпионата мира 2018 года, неудачного для Фёдора, мы до сих пор помним его пенальти по Ненку неудачную в матче с Хорватией, нельзя сказать, что он феерил в Москве. Не получалось у него многое, видимо, психологически от той травмы чемпионата мировской Фёдор не отошёл, поэтому то, чего от него ждали в локомотиве, наверное, всё-таки мы не увидели. Ни мы, ни тренерский штаб, ни руководители клуба. Но, наверное, в такой ситуации, с учётом давнего желания Фёдора попробовать себя на Западе, ход логичный. Это первая причина, я имею в виду желание, которое двигало последние годы игроком, всё-таки попробовать себя в одной из пяти европейских топ-лиг поспособствовало переходу. Ну, а второй фактор, я думаю, что ни для кого не секрет, что у Фёдора человека, ну, скажем так, 21 века не совсем складывались отношения с Юрием Павловичем Сёминым, мэтром нашего тренерского цеха, одним из ветеранов. Вот эта напряжённость, она, видимо, в какой-то момент тоже достигла пика, поэтому Юрий Павлович в интервью Спортэкспрессу сказал, что сделка устроила все стороны, соответственно, и тренерский штаб тоже. Коллеги говорят о том, что по окончании аренды Сельта сможет выкупить Фёдора за 6 миллионов евро. Здесь надо смотреть, насколько Фёдор проявит себя во второй части испанского сезона, насколько он готов сейчас физически и чисто по-футбольному, потому что, ну, Локомотив давным-давно не проводил официальных матчей, а усилитый сезон в разгаре. И самое главное, насколько он готов ментально к новому вызову, к вот этой поездке на Пиренеи. Мне бы хотелось пожелать Фёдору удачи. Он давно говорил о желании играть на Западе, сейчас он этого добился. Посмотрим, станет ли он продолжателем традиции Александра Мостового и Валерия Карпина, игравших в Сельте с большим успехом. Посмотрим, будет ли ему, как Мостовому, когда-нибудь уставновлен в Вига памятник.